В селе Мошное, это Черкасская область, теперь есть свой музей Тараша Шевченко. Его открыли на территории бывшего постоялого двора, где поэт провел несколько ночей после ареста, перед отправкой в Петербург. До сих пор об этом факте из биографии Великого Кобзаря знали даже не все местные жители. Теперь выстраиваются в очередь, чтобы первыми увидеть уникальную экспозицию. Ее уже оценил и наш корреспондент Станислав Кухарчук. Село Мошное известно всей стране, прежде всего своим курортом Мошногорье и уникальной церковью. А вот теперь еще и аутентичным музеем Кобзаря. Именно здесь, на этом постоялом дворе Тараш Шевченко провел свои последние дни перед отправкой в Петербург. Отсюда арестованного поэта отправили сначала в Киев, а затем под конвоем в северную столицу Российской империи. Этому факту из биографии Шевченко историки никогда не придавали особого значения. И постоялый двор сохранился лишь чудом. Только год назад его выкупили у местной жительницы областной власти и начали здесь реконструкцию. В час Шевченко была все родненькая печь. До речи, она еще и досидевча. Бабуля, которая была господаркой, Мария Сергеевна, она еще поза минулого року тут посхипекла для своей великой родины. Реставраторы старались сохранить двор в его первозданном виде. В хатах лев и даже погреб. Выглядят так же, как и полтора века назад. Экспонаты для музея собирали всем миром. Немалый вклад в экспозицию сделали и местные жители. Эту бронзовую кровать Сергей Гречуха хотел было сдать на металлолом. Но когда узнал ее историю, решил подарить музею. Возможно, может быть даже такой случай, что я ему в Шевченко сам был. Потому что это лишь из этого будиночка. Вот оно было, находилось тут очень давно. Вот так торжественно и под музыку сегодня открыли музей Шевченко. Под впечатлением от экспозиции и вице-премьер Константин Грищенко. Сегодня, как никогда, нам всем нужно пометать про его заповедь. Про то, что нам нужно любить Украину, быть вместе и вместе строить наше будущее. От желающих посетить музей уже в первый день не было отбоя. Чтобы войти туда, люди выстраивались в очередь. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...